а а теперь почему я про высоко она занимается становиться еще фильма посвятил я так это садитесь со стол в своих кинах говорю вы возьмите ручку записывайте это все надо знать прошли еще вот там два насколько можно вот знаете как опять тот же канал свежая все свежайся чек взял вставил эту фотографию и написал что а что мне делать вылезли ветки снизу они обязаны вылезти это дерево решила что ему нужно эти ветки эти эти листья которые будут выделять лукозу и кормить корни корни кормить эти меткам жить 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 вы их отрежьте они снова появятся вопрос только успеть не дерево погибнет или снова вырастут вы хотели что если дерево чужого не снова вырастут вы с кем бою и где-то с господом богом ну смотрим человек пишет на персике внизу у ствола растут ветки нужно их удалять или ветки будут плодоносить опять сейчас можно вырезать она мне один раз уже написала помнишь это брат прекратите меня преследовать вы прекратите вот людей это калечить учить колечко там миллион подписчиков куда вы это со своими советами то вы прекращаете колесе я прекращаю вас поведать еще и прощу вас оскорбление вот это и другой оперы смотрите я просто не мог пройти мимо 88000 просмотром сейчас уже на 100 тысяч и 200 тысяч лучше хочет прививать горизонтальная ветка страшная рана вот это вот видите как будто нарушая издевается над теми 88 тысячами вот это страшная рана она зимой сюда пойдет мороз долго проживет вот это вот это все таки знаете как это коллега как бы вы хорошо не сращивали вот если три яблочко она сразу отвалится согласны придется вот это убирать потому что сгниет придется вот эту обмотку брать до решать за это ну ладно приезжает камера это сам вот это дам который я это порочу или день проектором по это самое по практической части хотя бы этим самым ведущим центральным телеканалом ну наверное его большие выбрали самую несущую ветку мой тут еще есть подходящий кандидат 1 2 3 4 но какая самая вертикальная вот она если мы делаем скелетную прививку третий этаж то наверное вот это правильно ну наверное это она на елена самились вот которые я дочкой называю но наверное она бы научила бы этот миллион людей то вот она бы научила а это что это даже порнография это знаете чё это в моем саду вот так вот ветка она упала ой упала она обломилась стоит вертикально теперь остается поработать этим самым художником этим которые разбираются в компьютерах вот вам пожалуйста колновидная груша готова это так вот а ребята кто-то из вас тут умудрился а смотрите значит алексей макаров наш волшебник у него есть свои покупатели вот видите вот у нас пошла цепочка железа макаров и покупатель макаров уже вырастил а он наверняка продавал привитые видите какие прекрасные можно не сомневаться что это привитое дерево он продал виде сажется да так нет а это кого учат допустим это саженец кто-то привил и продает вот это вот порнография вот вот это на все это тоже начало ну эту фотографию здесь почти что случайно я эту тему не стал развивать вот видели бы эти листья у черешни какие могут быть не с первого поколения но это все пропускаю эту тему ну это знаете я на этом зациклен ставил думаю ну вот сейчас я как пойду расскажу а ладно проехали муравейники у меня у большинства абрикосов основание штамба в виде холма видите все сухо а и у большинства вот эти самые муравейники вот они вот и никогда ни один абрикос не погиб и даже не заболел вот то есть я с ними не борюсь единственная беда в том что они попадают под мотокосу и постоянно приходится потом отращивать я уже колями огораживал вот такой же долго не держится времени нет настоящий сад это должно быть каждое дерево еще вот так огорожено вот чтобы не то не калечить мотокосой не калечить эти самых самых моих любимых муравьев вот я написал встаньте на колени если хотите что-то понять вот посмотрите вот это вот а телевидение снимала снимала да я показывал эти плоды но это прошлогодние а до 20 год это было несколько дней назад а в двадцатом году я на санна пытается найти пытается найти больные листья да еще и с этим с грибами ну и удалось так а разница она вам сказал вот я вот надо ведущий у меня слышит сколько она пройдет неделя будет 300 500 человек ну и все вот была бы она ведущий она бы чтобы сделал нам сказала ребята вот кто-то когда-то придумал вот эту форму она классическая почему полусфера матовая эти самые не стекла а матовая конструкция матового цвета эти самые те самые вот все при ней кроме того форточек нет вот здесь внутри гнойник получается вот она сейчас только допустим кто-то выровнял почву привезли может быть на месте собрали я не знаю может быть привезет каким то скорее всего собрали на месте не вижу я тут монтажа крючих ладно на месте собрали и дальше через год-два это будет такой гнойник форточек нет а здесь 16 форточек ну уж куда проще то прием вообще это раз два три четыре пять потом шестой тут седьмой тут вот поэтому нету грибов а грибов нет пусть бы они были когда приводит и листва она плохо очень сухо ведь дождей дождей сюда не попадают и листва плохо перегнивает плохо пусть бы они гноили пусть бы а уже с количеством наличие портик означает что здесь все время проветривание свежий воздух температура зимой всего на несколько градусов теплее чем снаружи уже достаточно чтобы персики выжили достаточно чтобы этот же мороз допустим там у меня как-то было 40 а здесь было тридцать пять тридцать шесть так внутри но наверное 35 36 5 лет и только на все убиваете убивая все эти все нечистое такое слово не литература нет они лучше все нечистое вот она это ну когда-то она должна сказать честное время не получается меня туда не зовут вот не по сеньке шапка не по сне по шапке сенька как правильно а вот я можно было бы вот видите вот тут бы она бы сказала ребята с удовольствием забудьте про эти вот древхорик вот так и разбираемся вот получается где москва где сибирь еще одна фотография сколько труда чтобы сгноить саженец дерево сколько труда надо уложить вот это дерево не молодой уже больше так помирать скоро нет взять это все свеженькое видите покраска все вот эти руки чесались для того чтобы уничтожить дерево столько труда уложить ужас а вот это вот фотография особая посмотрите почему здесь сгнили корни вот они просто сгнили и заметьте это дерево упало и следующий упал конечно было ураган и ветер само собой он людей убивает этот ветер машины калечит и невидимая меру слезы вокруг каждого такого города страдает то что все видят некоторые даже плачет особенно когда люди погибают или ранят их но в окрестных садах все лежит лежат эти колонавитные яблони лежат ну кто в дачном саду значит железобетон и столбы будут вкапывать для колонавитных яблонь для яблонь которые основаны на этих самых на дебильных этих карликовых подвоях у которых корней с гулькиных хрен вот мягко говоря понимаете а вот это особый случай не имея негмалившего понятия что ведь это же урон какой у нас не просто падает это урон они людей еще раз убивают детей убивают это надо слышать как очередной город очередная это очередной ураган очередное бедствие крыши летают вывески летают что летает реклама летает вот что калечит а догадаться что здесь дерево садить а сверху асфальт или вот эти вот или эти плиты это величайшая дурость она все за этим за кадром ничего нужна или на саду савинич догадались я буду все долбить 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 смотрите этот телеканал сэдбок где не увидят наш фильм почему так сложилось буквально накануне приезда этого самого это все мы все группы закончился срок договора с москвой вот а я увидят вы видели эту нет я увидите это что посадка а дерево не обрезано свист садить разве можно а здесь уже дальше там будет защищу вычетом только слева приготовлены она нужна своя идущая до всю страну а сами не сдам где-то его достали сарвис прививка высоко прививка почкой отсюда вижу метр отрезаны все ветки или почки ослеплены а представляете поднимать влагу посаде да ну поднимать влагу на лишний метр это страшный труд чаще все зачем кончать вот посадили прошло допустим год на следующий год смотришь вот так вот я вернусь к этому специально не пойти это не поленюсь я все таки вернусь вот ничего ну как они смотрят и не выглядят фигуру все что я про них могу сказать вот она видите еще раз здесь причина историю болезни я восстанавливаю вот посадили крона была не тронута вот как там где в этом телеканале вот корни на реке же вечера вот отсюда дошло и на следующий год все было мертво если видно мой курсор и тогда дала боковые пробеги а теперь возвращаемся туда к нашему саму и смотрим теперь походим будущее я уже такой показал одно вид помните там это метр с лишним да еще эту покажу я подолго рассказываю но мне так надо вот она когда она сразу вот такие сразу вообще нельзя вращать вообще не за это чтобы он почему-то он должен иметь такую форму были ослеплены или отрезаны из деревьев а посреди его а вот тут немножко может пойти то есть проснуться почки спящие и вот эти самые почки допустим это клеточная и вот они вот тут появится а вот здесь скорее всего вот этот сад на следующий год здесь будет сухой вот здесь середина вот где-то так почему все-таки горшок так и посадка в яму не сразу его уничтожить надо несколько лет еще уничтожить вот это классическая схема саде совершенно не годный а вот если бы она взяла его здесь сразу бы отрезал оставил где-то вот столько она даже не погиб он выбросил ветки потом ну вот это святое сохранил эту крону которая сохнет сто процентов и вот это сто процентов наше время и стекло 2 часа прошло еще покажу вот это заготовка кусочек которая и смешанного сада что я вам рассказывал я рассказывал что смешанный сад это сочетание между стойкости и культурности этого больше не может быть нигде и никогда то что мордой тыкали что нужен вода сад если там написано королевский там стоили тысячи деревьев королевских больше ничего другого такие сады не живут просто свое время так случилось победила школа мягко говоря не самых опытных ученых скорее кабинет им казалось вот это правильно вот так и висели и дожили до наших дней их опыт взяли только торгаши а колесе колесе шланг чтобы вы парили в и это в самом августе все все Субтитры создавал DimaTorzok